Место встречи изменить нельзя. Год за годом, 26 апреля, они собираются у этого камня в сквере. И с каждым разом их все меньше. Ликвидаторы – чернобыльцы. В 1986 году они были военными и гражданскими специалистами, перед которыми поставили задачу ликвидировать последствия аварии. Валерий Вайсбек был в первой партии военных с Алтая. Развалены 4-го энергоблока еще дымились, а его батальон химзащиты уже отправили снимать зараженный дерн, ломать и вывозить по стройке. Признается, все чувствовали, что начальство само в растерянности. Опыта устранения таких аварий тогда просто не было. Я отвечал только за себя и за свой взвод, а те за всю страну. И понятно, советчиков, видать, у них было очень много. Каждый советует одно, потом другое. И вот это все вот... Короче, много было бесполезной работы выполнено. Валерий Вайсбек говорит, в первый же день умер один из прибывших солдат. В последующие годы из его полка скончалось больше 800 человек. Он уверен, это не совпадение. Сегодня ученые говорят, выброс радиации в тот день был таким же, как если бы взорвалось 500 бомб, сброшенных на Хиросиму. Невидимое облако накрыло огромную территорию Украины, Белоруссии, перекинулось на Европу и дальше. В начале мая Евгений Корсаков ехал по путевке в Венгрию, ни о чем не подозревая. Первые признаки беды появились в Киеве. Толпа народу на вокзале, из вагонов никого не выпускают. Потом уже пересели, когда в автобус, на границе, за границей, то есть уже в Венгрии, в Гославе, там автобус уже проверяли на радиацию. Но у нас как-то это... Тогда же еще никому ничего не сообщалось. Были меленькие заметки о том, что там что случилось. Но уже будучи там, за границей, там пресса более активна, там уже народ подходил, спрашивал, но об этом ничего не знаем. А уже осенью он сам отправился в зону отчуждения, работать в команде, возводившей над реактором бетонный саркофаг. Почти три месяца в Чернобыле дали о себе знать. В 90-м поставили диагноз «стертая форма лучевой болезни». Правда, законного подтверждения пришлось добиваться еще долго. Он говорит, сегодня из почти трех тысяч чернобыльцев, живущих на Алтае, официально инвалидность имеют около 800. Но уверен он, каждый, прошедший через ликвидацию аварии, сегодня страдает от ее последствий. Илья Кучетков, Николай Шелко. Наши новости.